Здравствуйте, дорогие зрители! Давно это было. Это было ещё в те времена, когда нужно было стоять в очереди за билетами в кино. Да, большие очереди были. И вот однажды пошли мы с мамой в кино. Она встала в очередь, а в очередь надо было долго стоять. А в это время в зале шёл фильм полнометражный, документальный, как говорят, научно-познавательный фильм. Она мне туда, туда можно было билет легко взять, без очереди взяла мне билет. Я в полупостом зале смотрел этот фильм. Из этого фильма я много очень узнал про газовую промышленность, про то, как газ добывают, как тушат газовые пожары, как прокладывают трубопроводы. Оказывается, когда через болото кладут, на них надо ещё такую огромную тяжёлую бетонную штуковину надевать, чтобы она утонула. А в пустыне целое дело. Проложил, а ветер подул. Не труба в воздухе висит, да. Как изолируют трубы, как сваривают, стыкуют. Вообще много всего интересного. И вот этот фильм заканчивался сценой. Значит, ну, такое вот недалёкое будущее. А может, это настоящее где-то. Где-то такое, типа, полярники. И вот этот домик, где полярник чего-то там делается. Приходит к нему другой полярник. Так вот, небрежно завёрнутую бумагу, приходит такой кусок. Очень похож на кусок сыра ракфор. Ну, большой такой. Ну, вот тот полярник от него кусок отломил, положил в печку, зажёг. И вот при голубом огоньке тут звучит музыка. Такой уют сплошной. Это вот ещё одна форма газа. Это называется газогидрат. Я не знаю, можно ли так его использовать. Использовать ли его так в быту, в практике. А вообще говоря, газогидраты образуются под высоким давлением и при низкой температуре. Я вам, чтобы не было разговоров, сразу, сходу покажу график. Это диаграмма фазового состояния. В зависимости от температуры и давления, где проходит граница между метаногидратом и газом метаном. Ну, вот этот метаногидрат, у него содержимое, так сказать, в основном газ. Там что-то в одном литре, да, в одном литре, там вот этого кристалогидрата, там сотни кубов газа вместе с этим самым, с водой образовали. Вот такие называются кристаллы метаногидрат. Так вот, давление по вертикальной оси отложено таких, в старых устаревших единицах, из системы СГС, бары. А один бар – это одна атмосфера. И вот посмотрите, при температурах, ну, нормальных температурах от нуля до пяти, а тут важная очень цифра такая, 4 градуса Цельсия. Это температура, при которой вода имеет наибольшую плотность. И на дне океанов именно такая температура и есть. Ну, конечно, если океан достаточно глубокий и достаточно холодный, да, понимаете. Там вот на дне такая вот температура. И вот давление на дне, как видите, начинается с, ну, сказать не соврать, где-то с 30 бар, с 30 атмосфер. Давление 30 атмосфер на глубине 300 метров, чтобы вы знали. Вот, на 300 метрах он уже стабилен, этот газ. И вот, значит, было такое время, времена такие были, когда нашу Академию наук возглавлял Академик Сергеев. Ну, кстати, у меня нет никому, к нему никаких претензий. Он, при нём всегда публиковались видеоотчёты, ну, просто видеопротокол. Видеопротокол заседания Президиума Академии наук. Общего собрания, всё полностью, без купюр. Всё это можно было, значит, посмотреть и прокомментировать. Зловредно как-нибудь так вот. А вот его там сказали. Это я этим занимался. Это был мой такой вот промысел. Сейчас этот промысел прикрыли. Новый, значит, президент Академии наук, он такой серьёзный, конкретный. Вот он, значит, говорит, вот, голосуем. Крайний пункт повестки дня. Крайний. То есть последний. Крайний пункт повестки дня. Вот. Так вот, Сергеев, когда его спрашивали, какие же достижения достигла российская наука, он говорит, вот, видно, метановая бомба. А как же? Что вот на дне Ледовитого океана у нас есть огромные залежи метаногидратов. И не просто огромные, а очень огромные. Потому что дно Ледовитого океана, оно ведь сначала, когда спускать, называется шельф. И вот этот шельф просто-напросто, континент, залитый водой. А континент у нас северный, континент север Сибири, это вечная мерзлота. И вот под дном, на дне океана и ниже, там сохранилась вечная мерзлота. Как говорят знатоки, эта вечная мерзлота туда идёт вглубь, там, на тысячу метров под него. Естественно, в этой вечной мерзлоте есть метаногидраты. Ну, пока не идёт разговор о том, как добывать метаногидраты, потому что это, ну, как-то технологически ещё не освоенная тема, не проработанная, не разработанная. Но, тем не менее, вот они там есть. На мелководье действительно бывает выход метана, оттуда пузырьки идут. И я вот читал статью академика, он биолог, биолог по беспозвоночным. Владимир Малахов, да, вот он, ну, он всё, его беспозвоночник, вот такой червячок, такой червячок. Академик Малахов, автор современной классификации беспозвоночных, да, вот тех вот всяких червяков. Вот они его интересуют и волнуют. Ну, это поскольку-постольку. Нужно сказать, что все эти изъявления, которые изъявляются из земной тверди, их обычно запускает в оборот всякие организмы. Нефть, пожалуйста. Вот если где-то там погиб танкер, прорвался газопровод, нефтепровод, простите, под одном, на дне моря, выбросилось огромное количество нефти в море. Это эквивалентно, как говорил один мой знакомый океанолог, ныне покойный, царство небесное, эквивалентно тому, что огромное количество мясного фарша выбросили в море. На него набегут микроорганизмы, бактерии, переварят его, станут сами пищей для других организмов. То есть, это благо для природы. Это вот дали пожрать от души, дали нажраться. Ну, кстати говоря, вот есть такое замечательное Каспийское море, надеюсь, вы все его знаете. Хотя, кто его знает, как у вас география, дела. И вот на юге Каспийского моря, это южнее уже Абширона, то есть Баку, там есть юг Каспийской котловины. И со спутника, в общем-то, хорошо видно, что над ней этой котловиной действует грязевой вулкан, который, среди прочего, извергает и всякие углеводороды. Ну, и всё нормально, там нет никакого нефтяного пятна, ничего. Всё это, организмы там живут, ждут, как это называется, ворон крови. Сейчас тут булька, съели его, переварили. А их приплыла какая-нибудь рыбка, съела. Ну, например, я не знаю, ест ли их осётр. А потом, значит, чёрная икра, такая икра чёрная, не от нефти чёрная, она просто чёрная икра. Нет, я не уверен, что осётр именно их ест. Осетры, они какой-то домной живностью питаются. Хотя, кто их знает, какой именно домной живностью они питаются. Увидав, как я демонстрирую, как мир организма поедает всё, да, ко мной заинтересовался лившиц, пришёл лившиц ко мне, кот лившиц. Я всё котёнком зву обычно, он кот. Кот лившиц, такой вот, да, такие вот дела. То есть, в общем-то говоря, метановой бомбы никакой бояться не нужно. Оно там, оно, это вот это самое, метаногидраты лежат себе на дне. Они разлагаться не собираются. Вопрос, а то, являются они полезными скопаемыми или так, непонятно, как их употребить. Ну, это открытый вопрос для технологов. Были бы они где-нибудь в Техасщине, да? Только моментально набежали бы там изобретатели, нашли бы, как, помните, вот, гидроразрыв пласта придумали. И теперь можно добывать нефть и газ в тех местах, где их просто никогда не было. Это под всеми континентальными плитами, на которых когда-то было море, есть такие места. На них есть слои отложения, которые называются только чёрные сланцы. Они вот как раз и содержат углеводороды. Но они, там вот сланец, это окаменевший ил, скажем так. Он уже кристаллизовался. Чтобы его добыть из него, надо устроить, вот, разрыв, встречу, например, бомбу взорвать атомную. Ну, у кого бомбы атомной под рукой нет, те могут устроить гидроразрыв пласта. То есть, пробурили скважину, закачали туда воду, ну, жидкость, не буду говорить воду или не воду, с примесями там. И устроили гидравлический удар. Всё это, так сказать, трескается. А в этой жидкости есть мелкие частички, которые не дают сомкнуться щелям образовавшимся. И туда потихонечку набирается, значит, нефть и газ. Да, вот, пожалуйста. То есть, это везде. Но дело в том, что в Америке такой закон, что если земля моя, что хочу, то я и делаю. Да. Шериф, а это не касается. Земля моя. Да, вот там такой порядок у них. А вот в Европе такого порядка нету. И поэтому в Европе не можем газ добывать. Нельзя. Зелёные против. Зелёные – это не те, которые с батьком махнули. Это те, которые против того, чтобы, значит, тут загрязняли всё, которым деньги дают, спонсируют их все эти вот фирмы, что производят оборудование для получения экологически чистой энергии. Они, не задумываясь при этом, огромные засоряют атмосферу и воду и окружающую среду, производя сверхчистые материалы для полупроводниковой промышленности. Сейчас всё полупроводниковое. Вот опять Левшеская пришёл. Решил всё-таки, что со мной лучше. Вот. Вот такие дела. Так что вот метановую бомбу бояться не надо. Хотя такие пугалки есть. Как вот сейчас вот начинается потепление. Морята северные уже под лёд не будут уходить. Они будут безо льда целый год. По ним будут плавать пароходы. Да. И теплоходы без ледоколов. И там, понимаете ли, будет такая вещь, что будет выделяться метан. И глобальное потепление будет ещё сильнее. Ну, метан будет выделяться, если там море прогреется до дна. Градусов до 10. Ну, то есть там типа у моря, у синего моря, какого-нибудь такого южного моря, да, понимаете. Пальмы, тропики, бикини и всё-таки прочее. Атолл такой был, бикини. Вот. Ну, а в этом море, ну, нагреется. Ну, на дне-то всё равно будет 4 градуса Цельсия, никуда не денешься. Закон природы. Просто воды, максимальная плотность вода имеет при 4 градусах Цельсия. После этого она начинает расширяться и становится легче. Поэтому на дне 4 градуса Цельсия. Вот. А если совсем холодно, ну, ещё более холодной будет она. Потому что у неё нету 4, всё, вообще совсем всё холодно. Убиваться некуда. Ну, холодная и солёная, конечно. Вот такие вот дела. Так что живите спокойно. Метановая бомба вам не страшна больше. Всё. Самый такой сумасшедший у них, умный, но сумасшедший. А вот этот понял жизнь. Понял жизнь, значит, правильно пришёл ко мне вместе просить. Денег нет. Денег нет. Без вас пропадём. Шлите нам деньги, пожалуйста. Внизу реквизиты есть. Да, на Бусти подписывайтесь на меня. Там всякие есть лекции. Включая лекции по теоретическим основам электротехники. Может, кому надо. А сдавать-то надо ведь. Там понятно, объясняю я. Ну, и там же ещё два курса больших. По 36 полуторачасовых лекций для ЕГЭшников, которые будут ЕГЭ сдавать по физике и ЕГЭ по математике. Всё. Деньги будут, высылайте.